Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Вы тренер клуба дзюдо Тайм, город Таганрог. Скажите, пожалуйста, с какой категории детей вы занимаетесь дзюдо? На данный момент от пяти и старше. А скажите, почему вы выбрали дзюдо как свою профессию? Ну, сам когда-то занимался. Этот вид спорта мне очень нравится. Были определенные какие-то успехи спортивные. И решил в дальнейшем будущее подрастающее поколение научить тому, чему научился сам. А как вы думаете, чем привлекательно дзюдо для детей, на ваш взгляд? Ну, именно для маленьких что? Ну, можно сказать так, вообще для детей. И можно даже больше сказать, чем вообще привлекательно дзюдо для детей, для взрослых? Чем, на ваш взгляд, оно интересно для того, чтобы люди пришли и занимались дзюдо, изучали дзюдо? Ну, во-первых, это единоборство. То есть можно показать свою силу, можно как-то показать себя с сильной стороны, возможность выучить какие-то приемы, броски, которые в дальнейшем пригодятся в жизни. Ребятам для службы в армии, для того, чтобы защитить своих родных, близких. А для девочек? Или для женщин? Чем привлекательно можно? Потому что вот сегодня в группе у вас занимаются девочки. Скажем так, чтобы им доказать то, что они могут не меньше, чем мужчины, не меньше, чем мальчики. Показать, что они тоже сильные, ловкие. А как учитель дзюдо, какая цель для вас, вы ставите для себя занятия с детьми, какую цель, какие задачи вы перед собой ставите в изучении? Ну, в первую очередь, это укрепление здоровья, это развитие каких-то физических качеств. И в дальнейшем, это кто уже будет больше заниматься, кому это будет интереснее, это выступление на соревнованиях, показать какой-то определенный результат на соревнованиях. Скажите, а вот для вас, как для учителя дзюдо, что важнее, допустим, чтобы у вас один человек показал какой-то высокий спортивный соревновательный результат дзюдо, или чтобы у вас к вам приходили на занятия 100, 200, 300 человек? Что для вас более важнее? Как вы можете вот как-то объяснить? Ну, сказать. Ну, я думаю, что пускай придут эти 200, 300, но они научатся чему-то, что поможет им в жизни потом. Неважно, попадут они на соревнования или нет. Конечно, из этих 200 человек, может, кто-то и дальше пройдет. Поэтому лучше придут, пускай 200, 300 и занимаются для своего здоровья. А скажите, вот как в сегодняшнем нашем мире, когда очень много развлечений есть и у детей, и у взрослых, как можно на занятиях все-таки удержать их? Или какие методы вы используете для того, чтобы привлечь в ваш зал, да, где вы проводите занятия тренировочные дзюдо? Ну, для детей это и игровые методы. Если это взрослый человек, то мотивация к выступлению на соревнованиях. Ну, если это взрослый и подросток, да? Подросток, да. А если взрослый, вот, допустим, взрослый к вам приходит, как вы думаете, да, чем можно удержать взрослого или сказать ему, что подросток? Взрослого. Ну, то есть это не выступление на соревнованиях и... Ну, наверное. Мотивировать тем, что это его здоровье. Это... Ну, для здоровья только получается. Это как разновидность некого такого фитнеса, да? Гимнастика, да. Гимнастика, фитнеса. Гимнастика. Вот детишки, да, они же маленькие дети, особенно сразу чувствуют отношение взрослого, да, к ним. Вот я посмотрел на ваши занятия тоже вот сейчас и вижу, что дети очень, ну, дружелюбно воспринимают вас. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, во-первых, я люблю детей и люблю с ними заниматься. Ну, они, наверное, это чувствуют. Наверное, видят. Пытаюсь их как-то тоже заинтересовать теми же играми, поговорить с каждым, объяснить, если что-то непонятно. А если бы не было дзюдо, чем вы бы занимались? Другим каким-то видом спортива. Ну, наверное, гимнастикой все-таки. Гимнастика, легкая атлетика. А вот что бы вы могли сказать молодому человеку, мальчику или девочке, или взрослому человеку, который вот стоит перед выбором, чем бы занять свое свободное время или куда бы пойти заниматься, чтобы он именно пришел в ваш зал? Какие основные такие точки можете обозначить для того, чтобы он пришел именно в ваш зал и стал изучать дзюдо? Ну, наверное, все-таки опять то же самое укрепление здоровья, умение постоять за своих родных, близких людей, защитить слабого. Дзюдо, как известно, оно тренирует не только тело, но и дух, поэтому это моральное воспитание, как бы, вот такие вот качества. Донести до человека то, что он не только научится здесь бороться там или еще что-то, какие-то приемы улучшить, а будет полноценной личностью, то есть неважно, где там, в зале или на улице или в доме. Например, а мои тапки закинули на вешалку. Спасибо большое, Владимир. Успехов вам.